Здарова парни! Сегодня возвращаемся прямиком к такому шедевру 2005-2006 года к драйверу параллельной линии я в него играл в свое время, ребят, на плойке второй, да? сегодня играем на трещатом боксе, скажу, что работает на нем не идеально потому что изначально игра не поддерживается на трещатом боксе но можно там поправить все это дело, скачать определенные версии мули в общем, короче, все нормально запускается, все нормально играет так что бегать можно, в принципе, нормально все вот буквально проблемы с шейдерами, сейчас вы это увидите но почему игра на боксе, ребята, это потому что игра запускается в Full HD сижу вот сейчас в креслице, шикарно развалился, прям гоняем так что что, поехали смотреть, пойдемте, давайте ну, конечно, картиночка, ну вот видите, да, шейдеры то есть, ай, блядь, то есть вроде так все норма работает но вот от фар, видите, все оранжевым, засвечивается прям сильнее-сильнее, потом проходит но это мелочь, ребят я все время говорю, на площадке второй играл, помню, что хорошо очень игралось кстати, так уж и не считать, что вот GTA 4 реально включил, потому что вот Нью-Йорк и прям напоминает очень сильно второе место, получается, там где мы начинали особенно в этой части, Либерсити сторис со Скай, да, из эпизода Либерсити там, где играли в Балдграфтоне, там уже тоже начинали, получается, на этой части Нью-Йорка, слушайте, ну физика, конечно, в игре реально шикарная, прям сразу чувствуется я скажу, что, да, в отличие от тоже второй площадки, как бы очень хорошая, приемлемая картинка блядь, только вот это, конечно, тема с шейдерами вроде, говорят, лечится, нашел какой-то видос, где парнишка левый угол, пока скорость твоего решения, да, понятно, где парнишка, короче, пофиксил эту тему но я хз, короче, он не говорит, как он говорит, что он пофиксил, но не говорит, как, зачем он выложил это видео, не понимаю фига, смотрите, это что, в тачке дырки от пули, что ли? слушайте, ну физика реально шикарная, вот, ты ушел от копов, все, зачет так, дайте немножечко волюме у ящика добавлю, то не слышно ни хрена знаете, вот, если так можно сказать, что это GTA 4 моего детства потому что, получается, она вышла, так сказать, ребята, с геймпадом я ничего не поменялся, так же он отключается а игра вышла в каком-то, там, в 2006 году вроде как получается то есть реально, вот, карта напоминает GTA 4 очень ну или True Crime, New York City тоже, как хотите, в принципе, город один тоже кстати, трафик такой довольно-таки неплохой, плотный такой, да, трафик но по кайфу, что действительно, есть одометр реально, то есть он километрики набирает нормально спидометры есть, тоже зачетно вроде, короче, коробка передач есть N написано, но непонятно, что там первая, вторая то есть это они как-то странно реализовали но насчет того, что играет в счетом боксе вот, я говорю, спорный вопрос, слышь, ааа, блядь а, что, запорол, что ли, нет? тачку-то можно поменять вернись в машину блядь, пацаны, я походу, короче, миссию, да, закосячил давай, физика, тут, кстати, все в порядке, видите, тачка сразу же двигается ну, сейчас все подвинем, нормально, может, так и перевернется нормально, нормально, ничего нет, да только начал нахвалишь, типа, физика, все дела, пиздец ну да, поправим, сядем, в другую тачку сядем садись слушайте, ну, салон у тачки, да, вы видите, как-то реализован то есть реально, ну, видимо, видно, что машины, ну, проработаны то есть не на тебе сделали, реально, молодцы, молодцы разрыв так, надо, да, блядь, что тут происходит давай, 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 надо, блядь, ретачку сука, неохота миссию по новой начинать вот так всегда, да, мне, ребят, делал какое-то вот видео, пытаясь и все, как говорится, по одному месту пошло ну, вы поняли, да, че, блядь, как, блядь, можно было на пустом таком месте тачку, короче, так захерачить давай обратно переворачиваться можно о, ништяк, шикарно че, 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 давайте чуточку назад зададим еще, чтобы она там не застряла на заборе все, заебись, короче, можно, поехали как говорится, заебись четко так, ну, че там, короче залезать будешь? это, я ж с ним ехал, а я его выкинул с салона садиться будешь, придурок? ну, иди нахер поехали на точку, он нам все равно нахер, походу, не нужен вот, да, и воспоминания у меня, в принципе, вот по этой части довольно-таки такие хорошие, на самом деле хоть мне показалось все время, что бля, ребят, а, я думаю да, зависает, смотрите-ка, вот я тоже нашел косяк когда сейчас этот бокс исправляется и вот, игровист, когда включаем замедление, вы видите, да она начинается, а потом все номер стоит ну, ничего, удобно, удобно, читерить можно вот, говорю, хоть иди обратно со временем показалась игра, но в принципе, в принципе, я помню, что довольно-таки интересно было играть, что эта тема с освещением на самом деле добавляет атмосферности, ребят не подумать, что так игра и выглядела на самом деле, хрена так и не выглядела вот видите, да, небо какое-то зарозовело у нас небо, но ничего страшного, говорю, это и есть тот самый баг с шейдерами потому что игра изначально не поддерживается но вообще, кстати, на играть-то шикарно ну, подумаешь, светится, красивее же получается считайте-ка, какой-то санимод скачал на счету GTA так, давайте блядь, аж ходов сбавил нахрен его слушайте, ну, ребята, они реально молодцы вот создать разрабы драйвера потому что вот они в каждой из частей даже вот, получается, последний Сан-Франциско даже, блядь, в третьем драйвере, да как бы физику они просто на высоте делают что-то реально физика, ну вообще ничего не скажу про них причем эта часть самая необычная в том, что то есть мы сейчас играем, типа, в 78-м году а потом по ходу игры можем попасть в будущее, да что клево, в принципе, показалось бы, да необычный подход, и там меняются все тачки получается, у меня немножечко кружение меняется вот я все время не дошел до такого момента что попадаешь в будущее как бы, ну, в будущее, да в будущее что-то с настоящим типа, мы там в трюм попадаем сорян, пацаны, если заспойлерил вот, и это, кстати, очень необычно они придумали, сами разрабы да куда ты, блядь, едешь? ёп, я, я въебался не, ну, кстати, какая-то беда с шейдерами на самом деле вроде особо не мешает играть, но что-то не то явно чувствуется а в настройках, кстати, может что-то в настройках фиксится профиль, настрой, давайте посмотрим правильный игрозвук, плейлист, коды давайте, игра посмотрим размытие может размытие, нахрен выключаем, эффект скорости вырубаем субтитрики врубаем давайте эффект аварии вырубаем посмотрим, может быть после этого шейдеры пропадут, да, такая беда сохраняем, хрен его знает не, пацаны, ничего не прошло но не так, по-моему, все мылит когда, да, вот что мы ходы набирали слушайте, ну, кстати, нифига, вот я скажу на самом деле а в плане местности, как она проработана вот сейчас вот, да, краем глаза замечаем какие-то, блядь, помойки, какие-то газеты валяются, какой-то мусор то есть пара из люка идет, да, из люка то есть разрабы, ну, можно их похвалить вот, я считаю, что, да, что такое, блядь да что ты будешь делать, куда ты едешь что они реально проработали ну, так, прям, соответственно, первое впечатление может быть, все, конечно, там, копипаста нет, мы не полетимся, что я в воду упаду но чувствуется, что город живой на самом деле вот это немаловажно и он живой лишь потому, что он наполненный то есть и трафик довольно-таки плотный я вон там влетел и трафик довольно-таки плотный и людей много и много чего вообще в городе, получается, есть приятно так, ну что, парни, приятно да иди нахер, блядь покрышки разлетаются стряхни копов сука, ну сейчас я тебя стряхну, давай иди отсюда блядь, я тебе уже всю тачку захерачил о красавчики, оба вылетели, молодцы, ребят ну все, их нету теперь да что ж такое-то, а да что же вы приставили-то ко мне блядь, я уже тут наездился блин, они теперь там еще выперятся их, короче, захерачить давай, выходи оттуда, блядь где он там бля, ребят, вот реально, только я так могу, короче вы знаете, какие-то с самого начала игры казалось бы, самый простой момент вообще можно играть и не париться и все закосячить блядь, где коп еще один откуда ты стреляешь по мне вижу все, ребят, нету ни одного зачет, можно сейвить не, ну конечно, беда с шейдерами, реально может, не знаю, может, что-то ребят тоже запускал может, слышал про эту тему, может быть, кто-то шарит ту шелтку по зачетно как фиксить тему с шейдерами, ну в общем, да если чего не удивляйтесь, я говорю, еще раз говорю, это потому что отрешает инбокси игра, она не поддерживается кстати, вот, графончик в заставочках, видно, кстати, намного поинтересней вот, да, тут мы уже видим уровень PS4 скорее, да может, там даже пятой плойки такой все четенько, хорошее вот тогда оказалось, да, вот эта графика как бы нереально, что он был нарисован как мультик получается сейчас это для нас уже кажется, ну типа графика современных игр охранить, конечно, технологии не ставят на месте, двигаются вперед ладно, это все здорово, поехали дальше давайте посмотрим, что там по миссии так, смотрите-ка, пацаны сейчас у нас по шейдерам все, ебануло, да, опять ой-ой-ой, как мне бы залилось жестко, жестко, жестко давайте еще раз посмотрю, может, что, все-таки по настройкам-то есть а может, надо наоборот, размыться, не знаю как-то парнишка-то убрал вот мог бы написать тоже, не знаю, блять зачем было выкладывать видео, что у него проблем нет с шейдерами и не писать, как он этого добился не понимаю дурак, что ли, вот, блять, смотрит, что на меня вот, напиши мне, не поленись маленький канал, парнишки там блять, а тут еще инверсия, да, у стика есть необычно, кстати не, ну, ребят, конечно, непорядок играть с такими с такой цветовой гаммой, но хер с ним у нас выбора нету инверсию надо нахер выключать давай, блять, сохраняй быстрее кстати, каждый раз щелкаю, все быстро давайте карту-то посмотрим, ребят да, карта, короче, конечно, напоминает нам реально Liberty Stories Liberty Stories, что я говорю, ребят четвертую гитаршку, даже вот, знаете, вот тогда, казалось бы, ничего особенного, а сейчас, в принципе, интересно покататься, смотреть, чем же она похожа, чем напоминает нам четвертую гитаршку сейчас, понимаем, мы в первом городе, скажем давайте на Brighton Beach, короче, сгоняем блять, да, чё ж такое-то можно ли точку-то ебануть? блять, б выходит понятное дело, что это такое б, блять так, это мы, короче, неизвестно сюда спустимся, посмотрим, где тут да что такое, а выходит и б выходит, блять что за управление? а, понял, там написано сверху, да, для дураков а, понятно, р3 нужно, нихуя точку ставить на р3, ну ладно, р3 поставили поехали, закатнемся, нормально какие-нибудь колеса возьмем что ты здесь, блять, делаешь? ну, ладно кстати, ни одной тачки нормально нету слушайте, да, реально, конечно, беда огромная причем вроде нормально сначала, а потом как засветит знаете, модный на Сан-Андерс вот есть всякие, что, свечение но все равно, опять же, не мешает играть да, скажу, вот хочется мусор, кстати, подобрать как четвертые гитаршечки мусора столько, жесть, просто вообще кстати, говорил, что игра жива, вот людей много мусора дохера, а тачки ни одной, блядь, нету, да какой-то говно и пара излюкает слушайте, ну, ребят, реально, шейдер, это просто ааа, жесть вообще как будто какой-то пиратский модель врубил реально, сани модели, они, значит чё там, по тачкам-то будь чём-то или нету крестик ползти, оружия у нас нету о, дробан есть, ни хера себе блядь, Р2 стрелять давайте такси возьмем чё, поехали на такси очень классно, что газ это Л2, Р2, реально, да то есть, когда игра в плэшечку вторую, ребят газ это крестик и тормоз ну, газ тормоз, фу, блядь крестик и квадрат то здесь мы, получается, как в современных играх играем, да, уже Л2, Р2 и в плане графона, ну, как бы, сами видите, на самом деле довольно-таки всё блядь, зависает, да, на херсти приятно выглядит, конечно ядовитое свечение вокруг доставляет удовольствие ребят, смотрите, как красиво, да прям сани модели, санадерсу не, на самом деле, приятно всё выглядит, автомобили приятно, отражения какие-то есть современненько, скажем современненько, думаю, современно боксики, когда играли хорошо заходил, мне нравится, кстати, что километраж есть прикольно, на самом деле но вот скажу вам, что километраж реально наёбом попахивает где увидели такси, ребят, с пробегом в 100 километров я лишь нигде не видел, такого просто в природе не бывает мне кажется, их когда в таксопарк берут а у них уже, как бы, дайте, под миллиончик проехал, наверное тут же нам говорят, что это такси 100 километров только наехал да, при вздёжиком попахивает ну да ладно, не беда кстати, причём такси такое, знаете но увидите, да, как оно наваливает кстати, скорость у нас, чё это, миле, наверное, да снова бы в настройке полетел наверное, скучно себя смотреть блядь, я вообще ничего не сделал что-то на меня за мной ладно вот на пустом месте, ребят, реально как будто китай криминальную Россию включил странно как-то блядь, просто я ехал, чё-то за мной погнался, господи, ещё всё светится здесь жесть какая происходит наверное, не, напишите в комментариях у, блядь, увидел-ка я там тачка была я на какой-то помойке залезь обратно, дурак, что ли садись, блядь, что-то вылез-то как засунуть его, Элодин? вы, наверное, спросите нахера я играю на Эксбоксе блядь, не эта тачка а если можно было на компе поиграть вот вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос, друзья вот я не знаю можно было на компе, но оно надо лучше же на боксе, 360 там с багами, со всем чем надо кстати, довольно-таки неплохо работает прицел здесь у нас автоприцел, вам скажу Л2Р2, классика блядь, это же тоже не та тачка та, блядь, походу зачётный спорткар уехал ну а, поехали на этой мне казалось, здесь было радио блядь, залезь обратно сука, вылез, блядь, опять да залезь, чё ты лезешь, блядь а нажимать нельзя, короче ай, ты ещё и стрелять, ёбаный в рот, блядь крестик, всё, засунули его, да R1, ничего не делают вверх, вниз вниз зависает влево, вправо ничего не делал, да блядь, мне казалось, что можно было радио как-то бахнуть я прям вроде помню, что музыка играла так, ну вот сейчас копы у нас нападут или нет я же просто еду, вот я ничего не делаю просто еду нет, не напали видимо, это может на на красный, ебанул или я не знаю вы, наверное, подучите что за видос вообще, даже миссии не прохожу ничего не делал да, ребят, сам не знаю, что за видос просто хотелось поиграть поделиться с вами слушайте, город-то какой обосранный реально, мусора сколько просто жесть, короче, всё в мусоре печально ведь всё это, ребят, в воде потом заканчивается, да потом покупаешь креветки, а они будут с пенопластом ну да ладно ну, конечно, беда со свечением ничего не скажешь, да думаю, что, может быть стоит, наверное, поиграть будут на PS2 там хоть, конечно, не такой что-то графон ну, ребят, посмотрите, какая жизнь здесь происходит кто, блядь, что здесь видит? я ничего не вижу нахрена кстати, интересно, как работает размытие то, что я его включаю, что я его включаю разницы никакой нет, да ни в плане свечения, ни в плане самого геймплея давайте выключить размытие обратно куда я вообще еду? я вообще, блядь, не туда еду, кстати я еду на миссию в итоге, пиздец непонятно, кстати, как сделано а, я на зелёную точку давайте так, подождите, подождите а это что у нас такое? нечестная работа, говорит, да, у нас а, так у нас есть комиссия, получается, разбросана здесь у нас гонщик, нечестная работа и зелёная точка, которую я ебанул, да слушайте, ну, можно, на самом деле, давайте пройдём нечестную работу да ладно, я можешь сразу протануться, ни хера себе а я ехал туда, как дурак ну, а это, я так понимаю, катсцены, да, такие ну, кстати, да, катсцены печальны, довольно-таки можно было в человеческие катсцены забабахать, причём, что в катсцене у нас на английском всё написано видимо, это реально видео, да, ну, ладно обратно в игру блядь, я думал, у меня протанёт туда ну, ладно, поехали вот на мгновение пропало, ребята, свечение, вот эти лаги и опять всё ебануло по новой да, конечно, в плане игрались ну, кстати, да, вот, может, какой-то были какие-то вопросы как же работа драйвер параллайнс а на трещотном боксе, и хуёво он работает, хотя в начале искал, что работает норма, но сальнет, ну, хуёво работает играбельно, ну, хуёво то есть, в принципе, проходить-то можно но, как-то просто не делал, да, так играть с этой тоже тачки, 170 пробег километров только, здесь, походу, в этом городе одни новые автомобили хорошо, когда люди живут, на самом деле да, что ж такое-то ты будешь делать-то, блядь да, что ж ты застрял ты-то дурак, что ли на Волге своей, блядь, стоишь в кабриолете ты дашь мне выехать, долбоём блядь эти ещё, блядь, хера стрелять, помню интересно, сдохнуть, а в госпиталь попадали туда кстати, такое впечатление, что, с вами, машин маловато в игре, на самом деле одно и то же, как будто ну, не ГТА, конечно, да ну, физика хорошая физика нормально выручает игру была бы физика, помойка, в них кто не играл бы, я думаю кстати, тут вот свечение пропало, фу, блядь чтобы ещё раз на этот мост поехал охота джип взять, на самом деле да, посмотрите, трафик такой плотный-плотный вот, нереально интересно, если коп в тачку взять он тоже, блядь, пробег 100 километров, что ли тоже, разрабы, куда смотрели вот, всё реалистично, блядь, а пробег у тачи, как я не знаю как в заводы по выезжали да что, что мне таранишься, дурак, что ли, не понимаю сам ещё и разъебался, хоть свечение пропал да, вот, ближе к вечеру нормы играть, хоть не светится всё, что можно блядь, вообще запутался, куда ехать, не понимаю совершенно да, вот тебе драйвер знаете, что, дайте какая джип возьму, на самом деле посмотрю, как на джип ездить это, блядь, дайте взять джип-то, дураки, что ли нравится, что, кстати, салон автомобиля, в принципе, детализованно, да, если сравнивать с тем же Снандерсом, в то время, в котором мы играли, то здесь как будто нехсген уже получается, да, либо смешно звучит, но, правда, смотрите, стекло, прострелили, блядь, дырка какая-то, вообще, нехсгеновская, необычная дырка, это странная, да, плюс ещё у нас салон тачки проработан, вообще ни хуё выглядит на самом деле, плюс ещё, когда подистреляют, хпшки отнимаются, на самом деле, ни хуём вылетел, на самом деле, здорово, да, и пища. Повреждения не самые плохие, ну, да, кстати, вот, сложно говнецом палить, на самом деле, скажу, что, блядь, куда, карта крутится во все стороны, слушай, ну, вот тут от жёлтая точка показывается, по карте сложно, пиздец ориентироваться, если уж так, по-честному, там чё-то всё показывается, какими-то стрелками, неудобно как-то, ну, ничего, ничего, разберёмся. Вообще-то не слышу музыку, блядь, играет или нет? Нахера нету до музыки, ну, ладно. Не, ну, вот, о, метро здесь, нахера себе, чё, серьёзно, что, я вообще не понял, что, блядь, здесь метро было, интересно взять-то можно или нет? Здорово, ребят, смотрите-ка, метро здесь, нихера на себе. Слушайте, ну, да, драйвер проиллайнс, они, конечно, видно, что вложились, на самом деле, в плане. А чё с деревом, о, нихуя, блядь, с деревом ничего не было. Повреждения здесь, конечно, ребят, у нас явно выше, чем по уровню Санька, Тройка, Вайса и всё, что хотите, но, да, до четвёрочки не дотягивает. Но, Сань, для драйвера очень приличные повреждения, да и вообще, для игр серии ГТА, вот так, по-честному, блядь, старт нажимай. Направо повернуть надо, на карту какую-то хуйню показывает, как будто через мост ехать, ну, ладно. Блядь, я же только что, так, а чё будет, чё будет? Да что ж ты на меня напал... Как, здесь можно вообще, блядь, просто по городу, видишь, чтобы тебя постоянно... Вот напоминает первый, второй драйвер, там тоже постоянно, только, блядь, тачка с копами, короче, сразу с тобой начинают гоняться. Да что ж за игра такая-то, я, блядь, просто на миссию пытался ехать, какой-то пиздец происходит полный. Тут до миссии уже вечно съеду, на самом деле. В общем, я вроде помню всё время, чё-то реально там миссики проходил, вроде чё-то играл нормально. Сейчас такое впечатление, что здесь миссии даже нахрен не нужны, вот ездишь тут по городу и с ума сходишь. Блядь, реально первый, второй драйвер, вот по уровню сложности, сейчас ты постоянно какая-то, кто-то гонится, тебя толкает, вообще невозможно играть. Иди нахер, блядь. Избойщик, кстати, вода не вылетела, да. Не, ну физика, конечно, реально шикарная, молодцы, вот за физику респектуха огромная разработка. Вот за играбельность, пиздец, скажу, ребят, как так можно? Первые сколько, 10 минут мы играем? 10 минут уже езжу и одну миссию прошёл, вообще, блядь, невозможно. Ну, серьёзно, блядь, что ты вылез, блядь, сиди там. Хорошо, что он с дробовиком, вот, прямо из окна вылезает, на самом деле, это же практично. Вылезай, давай, что ты, блядь, целиться будешь? Блядь. Сука, сдох. Фу, ребят, да, на самом деле, такая, да. Ну, давайте пробуем до миссии доехать. Стресса много. Это мы, что, в Саншайн Афтус находимся, да. Рейс, кстати, довольно-таки красиво сделал у него на свечение. А это что, хпшки? Он, можно домой при хп взять, да, блядь. Здорово, здорово, да. Ну, ладно, посмотрите, тут какая-то миссия есть, на самом деле, да. Давайте я не буду кататься опять, потому что ничего хорошего из меня не вышло. Пробуем здесь прямо взять миссию. Это чувак, это Слинг, по поводу этого дела. В Хантпоинт стоит тачка. Забери ее, почини, заебись, миссия. Прямо сложнее некуда. Ну, поехали. Хотя здесь, вот, миссия такого уровня, сали, может представлять довольно-таки сложность высокую, да. Ну, давайте зато кибиточки поедем. 228 километров, тоже еще один новый автомобиль у нас, только с завода. Бля, разработчики, вот, напишите тебе комментарий. Скажите, что у вас за беда? Вы что, не знаете, что машины в городе реально набирают нормальный пробег, что ли? 200 километров, блядь. Что машину не возьму, даже, сука, у такси сраного сотка была. Ну, блядь, как так можно было? И второй вопрос, знаете, о чем очень хотелось бы, кстати, вот, добавили спидометр. Заебись, респект. Километраж, шикарно. Блядь, можно было бенз добавить еще сверху? Неужели так сложно было? С бензом же реально зачетным был. Вот, смотрите, пример, мафия первая. Там и бенз есть, блядь, и километраж, и спидометр. Все работает. Еще не заправку можно заехать. Вот, добавили здесь бы бенз, вообще было бы шикарно. А так, хрень какая-то получается. То есть, вроде бы заебись, а вроде чего-то не хватает. Вот как с этим жить тоже можно, на самом деле? Бомжи на сцену, на бомжи не похожи. Да и вообще, кто летом, в жару, на самом деле, жжет бочки? Да, четверки, например, они тоже сделали такую тему. Но в четверке, сука, они жгут, во-первых, ночь, потому что, сука, холодно. Во-вторых, там, блядь, пара изо рта идет. Тут чел вообще танцует, что ли, не знаю. Девки тоже, непонятно, что делать, на самом деле. Какая-то странная у них обстановка. Ну, да ладно, главное, чтобы им весело было, да? Не будем судить людей за то, как они время проводят. Главное, чтобы, говорим, было не скучно. Выпрыгнули, поехали. Пойдем тачку брать. Тачка разъебанная в хлам. Кому она вообще нужна? Верни машину, Рэй, не повреди ее. Блядь, она уже вся разъебанная, что значит не повреди? Вы что, прикалываете, что ли? Помойка же на колесах, какая разница, врежешься в стену. Разработчики, где же ваша логика, не понимаю. Вот, кстати, Сан-Франциско, вот я скажу, что довольно-таки неплохой вышел. Мне кажется, Сан-Франциско, он хотел сказать реалистичный, потом, знаете что, давайте на трамплинчике ебанем на самом деле. Хотел сказать, что Сан-Франциско реалистично, но забыл, что там вообще мы спим и перемещаемся из тачки в тачку. Так что да, реалистичность там тоже сегодня так уж и много. Не повреди ее, да хер, блядь, с тачкой, что-то. Все, погнали, давай, давай, жми, жми. Газ, пол. Погнали. Что, пацаны, перелетим в реку или прям в воду ебанем? Жалко, что... Нихуя замедление не зависло. Пацаны, сейчас шикарно включим все. Хуяк. Вообще, куда мы летим, пока не посмотрим. Блядь, звезду подобрали. Чет, мне кажется, не дотянул. О, нихуя дотянул. Ну, так. Чуткевича не хватило, пацаны. Прям вообще маленечко. Ну, неплохо было, неплохо. Такое ощущение, знаете, свечение не всегда херачит. Вначале оно норма, а только ебанет. Жалко, на самом деле, что они вот разрабы изначально... Разрабы? По обратке изначально игра... Кстати, физику машины реально различаются. Чуть-чуть прям очень сильно почувствую, что тачка, как, блядь, ведро на колесах ездит, на самом деле. Даже искра от бампера есть. Вот, говорю, что жалко немножко, что игра изначально не поддержит решетом бокса. И второе, жалко, что дебил из Ютуба, извини, дружище, не указал о том, вот, как же все-таки избавиться от этого. Человек, представляете, нашел решение, выложил видео, мол, смотрите, какой молодец. Ну, блядь, почему он не сказал, как же он это сделал? Вот зачем так поступать с другими людьми? Да ты с горяча его обозвал, конечно. Правда, обидно. Так, ну что, берем тачку и идем на мост, точнее на трамплин, в гараж. Сохраняемся, и я, наверное, пойду чай пить. Ну, мне нравится физика, вот, реально, за физику прям огромный респектус. Молодцы, реально, ребята, вот. Даже если миссия однотипная будет, знаете, ну, за счет того, что ездишь на тачках, кайфуешь с этого. Давай! Долетай, давай, 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 давай. Нихрена не видно, как будто в космосе летим. Опять не долетел. Да что ты будешь делать, блядь? Блядь. Знаете, вот, да, вот, ребята, теперь же дело принципа, вот, долететь через мост. Вот, ходов не хватило. Ну, поехали снова. О, это зачетная тачка. Кстати, такое ощущение, что тут все машины, знаете, вот, прям чуть ли не спорткары. Я, конечно, понимаю, что Америка с 50-х годов, но, блин, они реально вообще наваливают прям, вот, вообще, здорово. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, особенность физики драйвера. Кстати, вот, в плане управления очень сильно похоже на стулкну. Стартман стулкну. Ну, вы поняли, да, чем... Играл, кстати, вот на стриме, да, ребят? Чувствую, что физику реально перекатили. Выпрыгивай! Так, ну чё, короче, набираем ходов и перелетаем. Ребят, я должен перелететь. Вы же понимаете, что пока я не перелечу, да, я вот буду это пробовать, 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 еще раз пробовать. Так, ну чё, кстати, улица довольно-таки короткая, чтобы разогнаться на самом-то. Может, тачка-ведро, вот я сейчас подумал, знаете, вот сразу я не подумал об этом. Может, реально тачка-ведро-ведром, понятное дело, что вот ходов не наберешь. Всё, погнали, давай, 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 жми, жми, жми. Да, блядь, да что ж ты мешаешься-то мне? Так, сейчас, ребят, ещё разок, ещё разок, ещё разок, ещё разок. Давай! Всё, погнали, погнали, погнали. Так, ребят, тачку жмётся. Чё-то мне подскажет, что тачка-ведро. Да, ребят, тачка-ведро, не просто долететь. Всё, забираем её в гараж, едем, потому что сколько уже можно пробовать. Надо нормальные колёса вот туда, туда долететь. Ой, знаете, что это за машина? По-моему, тачка, короче, которая была в первом драйвере, сто пудов, похоже, прям вообще вот копипаста. Но по физике вот они отличаются, и при этом у них какие-то общие, знаете, вот общая черта какая-то общая есть, что вот газ нажмёшь, вот она, кстати, 300 километров самый большой пробег у неё. Она прям сразу срывается с места, но ты говоришь, что они супермощные. Бля, ребят, главное сейчас не прыгать. Я сейчас не прыгаю, сейчас прохожу реальную миссию. Бомжи, кстати, вообще вечно тусуют. Какое-то место намазано, что ли, блядь, как на говно мухи слетаются. Собираются там постоянно около этой бочки. Говорю, да не ночь даже, понимаете, шашлыки не жарят, да и не холодно, вообще лето жарит. Блядь, кто вообще ящики около двери поставил? Так, что, поехали. Причём она реально, машина, знаете, до 50 мили в час, да, набирает прям проще по Ростову, а потом уже как-то набор скорости такой замедляется. На сотки мы не пролетели, так что мы теперь знаем на будущее, она явно выше сотки будет ехать. Кстати, здесь ещё мотоциклы, да, лейс, они тоже неплохо. Слушай, трамплины, кстати, немало, на самом деле, хочешь сразу прыгать везде. Очень неплохо она едет. Такое количество газет и мусора валяется, просто охренеть. Куда её... А, окей, я срезал, да, ну ладно. Хоть забор сносит, паркуйся в гараже, паркуйся в гаражном. Давайте припаркуемся, ребята, в гараже. Ну, я тебе приехал, всё, зашибись. А покажу тебе, как тут всё работает. Вся магия делается так, так, чиним тачку, я так понимаю. Так, так, так. Блядь, да что ж так долго? Кстати, реально забавно, что есть тюнячка есть, да, тачки тюнить можно, это довольно-таки здорово, на самом деле, ребят. Ну, вообще, Саня, с одной стороны, понятно, что пара онлайн-сун вышла всё-таки после Сани. И я думаю, они, наверное, тоже подумали, что надо бы тюнинг добавить, что явно людям понравится. Вы уверены? Я с нихера, я уверен. Чё, непонятно. Так, купить, убрать преступление. Это чё, очистить эту лику, уверен, конечно, очистить. Купить детали, ребят, слушайте, ну так его выглядит. Приспособление. Что это, блядь-то? Подождите, нет. Пули неправимое стекло, нифига себе. Тонировочка. Пульпромешина, кстати, забавно, да? Давайте тогда тонировку ебанём, ну, тачка должна пацанская. Тонировка такая, конечно, перекрасить. Базовый цвет, капот, базовый цвет. О, тут прям у нас, да, нифига, прям палитра. Кстати, о, как нам сразу, да, видите, хороший цвет попался. Чуточку сейчас помягче сделаем. Вот такой, ребят. Шикарно. Мне нравится. Супер автомобиль выглядит сразу. Другое дело. Кузов. Ты мне, слушай, сказал, давай, блядь, на скорость. Так, ну, чё там, двигатель. Ну, такой, кстати, тюнинг. Тап 1. Так, ощущение, что тюнинг делаем, знаете, вот как Need for Speed, или я не знаю даже, где на самом деле. Сохранить машину, естественно, сохранить. Кстати, неплохо. Мне нравятся подходы, вот как они сделали тюнинга, на самом деле. Тестовый трек. Ремонт, в России купить детали. Выбор машины. Купить патроны. Вот гараж, в котором просто всё есть. Прям Алиэкспресс какой-то. Даже лучше, я бы сказал, выбор машин. Так, пить детали. Давайте вернуться к деталям. Ладно, не даёт нам, да? Давай нахер, выходим отсюда. Выйтих из гаража. Да, выйти, конечно. Затестим маленечку тачку. Вы что, не могли реально персонажем голоса засунуть? Это либо косяк моей версии, либо реально здесь озвучки нет. Думаю, вряд ли это озвучки, скорее всего, косяк моей версии. Нормальный у него поход. Кстати, реально интересно, у него что, цвет костюма под тачку, что ли, не знаю. Ну ладно. Да, да, давай, молодец, что рядом достали, выключи. Там можно, кстати, забавно уходит, на самом деле. Что происходит вообще? А, это на следующую миссию додали. Поедь со скоростью 60. Блядь. Я думал, забор, пересток, поехал, уже тачку разъебал. Что, ребят, скажете-то, будем делать прохождение по паре лайнс? Как у вас пожелания есть? Нет? Сейчас на или на поезда будем запускать. Я думаю, что на 30-м боксе не стоит перелать не выиграть. На полном серьезе говорю, дайте еще дайте-ка, я, блядь, мост ебанул на дорожку, пройдем прощаться сами. А, это же это ведро. А, ну мы противнячина. Давайте попробуем. Противнячина прыгнет или нет? Да, если вам хочется прохождение, напишите, ребят, обязательно, что давай проходи ее. Пока не обещаю стримов, пацаны, да, но прохождение можно замутить на самом деле будет. Но я думаю, надо на поезда пробовать, посмотреть, как она работает. Ну, на поезда, в принципе, она норма, нужно работать, это же, блядь, поезда будет. Я буду выиграть игру для поезда на поезда 2 запускать. Видите, что может как бы с картинкой все по-херовому быть. Бля, надо больше сотки скорость, пацаны. Все, это пиздец. А что это за тачка вот там, смотрите-ка. О, ёб твою мать, ни хера себе, смотрите, какая тачка. Ну, на ней мы явно перепрыгнем. Да, вот. Ух, нихуя она даже назад задает как. О, бля. Ребята, это то, что нам надо было. Да вообще похер на миссию, надо. У меня задача, наверное, через мост перелететь. Все, погнали, давай, давай, давай. Сейчас она наваливает. Блядь. Что ж такое, что трафик такой, блядь. Как мне здесь еще до этого моста доехать уже как-то надо, да? В обратную сторону, в чем исправили, имеется. Сотка, ребят. Да, она вообще... Давай. Давай, давай, давай. Пожалуйста, не мешайте мне ехать, ребят. Давай. Долетай. Ну, так. Как говорится, дотянули, ребят. В плане физики все шикарно, в плане миссии я не уверен, ребят. И одно скажу точно, 36 на боксе запускать ее не стоит. Вот такой необычный лейсплейчик получился. Пишите, говорю, обязательно хотите посмотреть прохождение или нет, ребят. Я вам пожелаю все хорошего. Скажу до скорых встреч. Подумаю, что в следующем посмотрим. Может быть на боксе опять, может быть и не на боксе. Кто его знает, кто его знает, ребят. Всем пока-пока. До связи, ребят. До скорых встреч. Счастливо.